Здравствуйте! Это Вовремя в прямом эфире Первого Приднестровского в студии Татьяна Коркина. И коротко о том, что вы увидите. Первый раз в детский сад. Как работают дошкольные учреждения, отремонтированные за счет средств российской гуманитарной помощи? Стимул для молодых педагогов и создание единой службы в сфере опеки и попечительства? Социальные вопросы в центре внимания правительства? Награда для героя. Курсант Тюи задержал преступника. И знакомство с прекрасным. Спектакль «Около любви» в рамках акции «Театр глазами молодых» посмотрели студенты Госуниверситета. В центре внимания дипломатических кругов Киева и Кишинева данные о миграции через Приднестровье. Украина отказывается предоставлять Молдове эту информацию. Источники одного из молдавских СМИ в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции прокомментировали ситуацию так. Киев обуславливает возможные уступки по этому вопросу открытием в Террасполе украинского консульства. Кишинев не согласен и предлагает Украине открыть консульство в любом ближайшем к Приднестровью населенном пункте, но на правом берегу Днестра. Работа молдавских миграционных постов должна начаться на этой неделе. В Кишиневе хотят получать полные данные о въезжающих из Приднестровья на территорию страны иностранных гражданах. Такая база данных есть в распоряжении Украины. Однако делиться этими данными официальный Киев не желает. Даже несмотря на то, что между пограничной службой Украины и пограничной полицией Молдовы подписан протокол об обмене информации. Украинская сторона готова предоставлять Кишиневу данные не в режиме реального времени, а лишь раз в квартал. И аргументирует это положениями украинского законодательства. В соответствии с ним персональные данные граждан Украины не могут быть переданы третьей стороне без согласия самих граждан. Киев требует, чтобы обмен данными был взаимным, а также добивается согласия на открытие своего консульства в Приднестровье. Поддержка украинцев Приднестровья в следующем году значительно увеличится. Министерство просвещения, культуры и МИД Украины окажут большую помощь соотечественникам, рассказывает Степан Бугаев. Представители Союза украинцев Приднестровья за два с половиной месяца провели три встречи с высокопоставленными чиновниками Украины. Председателем правительства, главой Верховной Рады и даже президентом Виктором Януковичем. Руководство соседней республики еще раз получило документы, где сообщается о том, что украинцы, проживающие в нашей стране, лишены возможности свободного перемещения и говорится о многих других проблемах диаспоры. Мы ощутили, что есть реакция на эти документы. МИД стал более активным, это очевидно. Второе, это то, что касается непосредственной помощи нашим учебным заведениям. Здесь Министерство образования уже запросило наше предложение с тем, чтобы эта помощь стала более существенной. Ну и, наконец, та программа оказания помощи соотечественникам, она сейчас наполняется конкретным содержанием. В программе самые разные направления. Речь идет о помощи нашим школам и лицеям с украинским языком обучения, повышении квалификаций преподавателей при украинских вузах, оздоровлении детей, например, в Карпатах или знаменитом лагере Артек, предоставлении литературы, музыкальных инструментов и костюмов для национальных ансамблей и так далее. В обществе украинцев считают не случайным и заявление посла Украины, что Киев должен добиваться открытия консульства в Приднестровье. Доводы молдавской стороны, в счастье того, что это невозможно, поскольку не обеспечится безопасность, на мой взгляд, не выдержит никакой критики. Я полагаю, что все же в ближайшее время этот вопрос будет решен с учетом того, насколько сегодня активно включились официальные структуры Украины в решении данной проблемы. В Кишиневе работает посольство Украины, в Бельцах – консульство. А в нашей республике ведется только выездной консульский прием, где оказываются лишь некоторые услуги и всего один раз в неделю. И при этом, говорит Леонид Ткачук, граждан Украины, в Молдове чуть больше одной тысячи человек, а в Приднестровье, по разным данным, от 90 до 100 тысяч. Степан Бугаев, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал. К другим новостям в центре внимания правительства – социальные вопросы. Чтобы стимулировать молодых педагогов, чиновники предлагают выдавать премии, а подход к опеке и попечительству сделать централизованным. Как это реализовать и для чего это нужно, узнавала Татьяна Сярова. По данным Минпроса, в системе образования Приднестровья сегодня работают только 3% молодых специалистов. Средняя зарплата у них 1500 рублей, плюс-минус. Поэтому молодые кадры в отрасли не задерживаются. Подсчитали, что всего за два неполных месяца нынешнего учебного года из системы образования ушли 20 молодых специалистов. Чтобы изменить ситуацию, профильное ведомство предлагает стимулировать молодежь. Предлагается установление ежемесячной президентской премии для специалистов системы дошкольного и общего образования, которая будет выплачиваться в течение одного финансового года по итогам проводимого конкурса на лучшего молодого специалиста системы дошкольного образования и лучшего молодого специалиста системы общего образования. Конкурс планируют проводить один раз в год. По его итогам определяют двух победителей от каждого города и района. Таким образом, на ежемесячную премию смогут рассчитывать 14 молодых педагогов. Всего на эти цели понадобится порядка 250 тысяч рублей. Но источник финансирования пока не ясен. Сегодня, ввиду того, что одним из главных приоритетов государства является поддержание специалистов как в просвещении, так и в здравоохранении, несмотря на сложности в экономическом положении нашей республики, тем не менее, учитывая и тот размер доходности наших молодых специалистов, необходимо предусматривать источники стимулирования. Еще один немаловажный вопрос подняло Министерство соцзащиты. Звучит он примерно так. Кто будет заниматься проблемами опеки и попечительства? Решили. Единая профильная служба. Это позволит более эффективно решать проблемы детей-сирот. Это не означает, что главы государственных администраций, как и все заинтересованные министерства, снимают с себя ответственность по деятельности в целом государственной политики, по выработке государственной политики, по опеке и попечительству. То есть, будут продолжать работу опекунские советы на местах, комиссии по делам несовершеннолетних. В ведении госадминистрации по-прежнему остаются вопросы выделения жилья детям-сиротам. Эта проблема нуждается в особом подходе со стороны всех компетентных органов, отметила Татьяна Туранская. Эта ситуация должна быть не просто ввести к социальным вопросам. Ежедневно, я считаю, должны мониторить непосредственно сами главы. Чтобы изменить ситуацию, главам госадминистрации поручили до 1 января предоставить в правительство сведения о наличии в городах или районах жилья для детей-сирот. Татьяна Сярова, Роман Лицуков, Роман Донец и Егор Бекерский. Первый Приднестровский. В Террасполе на днях открылось два детских сада и культурно-досуговый центр. Они отремонтированы за счет средств гуманитарной помощи России и городского бюджета. И сегодня учреждения уже принимают первых воспитанников. О детях и не только. Наш следующий сюжет. В первый раз в детский сад и без слез. Всегда бы так шутят воспитатели. Среди новых игрушек малышка Эмма и про обеденный сон забыла, и маму не звала. В новом корпусе 28 детского сада родителям и детям нравится все. Просторные группы, светлые спальни, добрые воспитатели и не только. Подружки мне нравятся в садике. Мне больше нравятся машинки. Здесь вкусная комната. Новый корпус 28 сада рассчитан на 100 мест, рассказывает заведующая. Все группы открыты. В одних наполняемость сейчас не превышает 10 человек, в других уже больше. Но дети продолжают идти. Каждый день в детском саду становится на несколько воспитанников больше. Мы обзвонили каждого личного и пригласили в детский сад для оформления документов. Ну и также мы уже готовы принять всех этих деток к нам. Принять новых воспитанников готов и 32-й детский сад. Сегодня на документах поставили последнюю подпись. Теперь двери дошкольного учреждения официально открыты. В моем комнате зовут Виолетта, я ей завязываю ботинки. Пока в министерстве подписывали документы, родители собирали другие подписи на справках. Будущие дошколята проходили медосмотр и ставили прививки. Соня одна из тех, кто уже оформлен воистенок. Вместе с ней в детском саду будут воспитываться еще порядка 70 человек. Все у нас готово, документы готовы. Все мы прошли, все сделали. И вот в понедельник мы надеемся, что мы будем уже первыми ласточками в этом детском саду. Здание детсада рассчитано на 105 мест, рассказывает заведующая. Сейчас в учреждении продолжают принимать детей. На списочный состав полный. Детки начинают готовиться прийти в детский сад. Собираются, справки нужные, все прививочки делают родители. Ждем деток. В течение недели-двух все детки, которые уже есть в списках, они будут посещать детский сад. Свои двери для всех желающих недавно открыл и культурно-досуговый центр «Мир». Уже сейчас здесь занимаются свыше 200 ребят. Танцы, музыка, драм-кружок и даже цирковая студия. Всего 16 групп, каждую из которых ежедневно посещают порядка 20 человек. Мы не проводим жесткий отбор детей. Мы принимаем всех детей, потому что иногда дети раскрывают свои таланты через полтора и два месяца. При этом мы предлагаем людям выбор, в каком плане. Они могут взять визитки, расписание каждого коллектива, прийти просмотреть занятия в одном либо в другом и уже определиться, в каком коллективе их ребенок будет заниматься. Познакомиться с работой каждого коллектива в частности родители смогут в это воскресенье. С 11 до 3 часов дня сотрудники центра расскажут и покажут все, что умеют сами и чему могут научить вашего ребенка. К слову, скоро в центре появится и секция для самых маленьких – бэби-топ. Возраст детей там не будет превышать трех лет. Вместе с мамами они будут делать свои первые шаги и танцевальные па. Ирина Полесико, Сергей Василев и Тимофей Чекан. Первый Приднестровский. И вновь к вопросу миграционной политики Молдовы. В очередной раз работу Объединенной контрольной комиссии блокировала молдавская сторона. Ни один из 23 вопросов сегодняшней повестки дня рассмотреть не удалось. Сегодня нам очевидно, мы это прекрасно представляем и видим, что это делается специально для того, чтобы прикрыть деятельность молдавской стороны по установлению пограничных миграционных постов в зоне безопасности. Вот смотрите, какая интересная ситуация. То есть мы вроде как занимаемся штаммом совместных миротворческих сил, пытаемся там упорядочить службу военнослужащих. В то же время молдавская сторона, начиная с весны этого года, разворачивает в зоне безопасности пограничные миграционные посты. На заседании отметили, в зоне безопасности уже есть 22 миграционных молдавских поста. Молдова выставила еще шесть. По словам Олега Белякова, приднестровская делегация сегодня в очередной раз попыталась внести этот вопрос в повестку дня. Но тут же встретила стену непонимания со стороны молдавских коллег. Исходя из географии выставления пограничных миграционных постов Республики Молдова, они четко совпадают с этими постами, которые сегодня регламентированы в рамках тех 22 постов, о которых я говорил. Единственное, что структура этих постов, конечно, меняется. Если там был фискально-таможенный пост, то он теперь пограничный миграционно-таможенный пост. То есть количество людей, количество структур, количество соответствующей инфраструктуры, конечно, гораздо больше. Каковы функции этих постов, кто там несет службу и сколько их? Есть ли у них оружие и как подобные процессы отразятся на свободе передвижения приднестровцев? На все эти вопросы молдавская сторона пока не смогла дать ответов. Приднестровская делегация надеется, что в скором времени работу ОКК удастся разблокировать. И конструктивный диалог с молдавскими коллегами все же станет возможным. Еще одна информация. Заместитель председателя правительства по вопросам международного сотрудничества, министр иностранных дел Приднестровья Нина Штанский, дала интервью телевидению Российского института стратегических исследований. Сотрудников РИСИ интересовал широкий спектр вопросов. Основные – урегулирование конфликта между Приднестровьем и Молдовой, а также как повлияет на нас желание официального Кишинева вступить в Евросоюз. В предстоящем процессе ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом мы видим серьезные угрозы. В первую очередь угрозы для нашей экономики. Но одновременно с этим мы верим, что процесс евразийской интеграции, который сейчас набирает обороты, позволит нам создать тот плод, на котором мы спасемся от этой катастрофы. Полное интервью заместителя председателя правительства по вопросам международного сотрудничества министра иностранных дел Приднестровья смотрите сегодня сразу после программы «Вовремя» в 21.00. Продолжаем выпуск. Уровень преступности стал ниже. В Бендерах и Террасполе подвели итоги работы правоохранительных органов за 9 месяцев. Так, в Бендерах зарегистрировано 681 преступление. Это почти на 9% меньше, чем в прошлом году. В столице преступлений более тысячи. Но этот показатель также не превышает прошлогодний. В Террасполе раскрыто почти 85% всех преступлений. В Бендерах – 81%. Руководство Министерства внутренних дел оценивает результаты этой деятельности как положительные. Действительно проделан очень значительный объем работы. И по поддержанию племогенной ситуации в рамках контроля. И по обеспечению общественного порядка при проведении целого ряда значимых общественно-политических мероприятий. И еще немного статистики. Больше всего преступление в Террасполе было совершено по вторникам, четвергам и субботам. А самое опасное время суток – с 7 до 10 часов утра и с 6 до 10 часов вечера. В Бендерах же преступники больше всего орудовали по вторникам и четвергам – с 6 вечера до 2 часов ночи. Награда нашла героя. Курсант Терраспольского юридического института задержал преступника. За добросовестное исполнение своего долга молодого сотрудника милиции наградили медалью от президента. Станислав Стоянов пообщался с героем в погонах. Медаль за отличную службу по охране общественного порядка лейтенанту-присажнику вручают на утреннем построении. Сегодня он уже не курсант, а сотрудник юридического института и сам обучает молодое пополнение. Прошлым летом Игорь был в гостях у своих друзей. Тогда еще курсант Тюи обратил внимание на подозрительного молодого человека, который вслед за девушкой зашел в лифт. Через некоторое время раздался женский крик. Я обратил внимание, как бы поднялся этажами где-то на третий-четвертый этаж и увидел, как парень бежит мне напротив. Я спросил, что случилось. Он говорит, типа, я не знаю, это наверху там, я вообще не при делах. Он спустился вниз, я за ним начал бежать. Девочка говорит, он меня изнасиловал. Мы догнали своим товарищем Евгением Щербатюком, догнали его, задержали, вызвали Октябрьское РОВД. Поступок курсанта в институте не стали расценивать как подвиг, ведь это обязанности сотрудника милиции. Тем не менее, способности и стремления Игоря здесь заметили давно. Будучи еще курсантом, он отличался дисциплинированностью, исполнительностью. Поэтому был назначен уже на втором курсе на должность командира взвода. В этой должности он проучился вплоть до пятого курса и выпустился. Уголовное дело длилось более года. Подозреваемый сознался в изнасиловании. Суд его приговорил к 11 годам заключения. Станислав Стоянов, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Выдвинутые оппозиции проголосовали лишь 36 из 101 депутата. Таким образом, Кабмин не был отправлен в отставку. В свою очередь, коммунисты уже готовы выдвинуть новый вотум. С новостями в мире продолжит Анастасия Чернитинская. Со следующего года в России вступит в силу закон, который изменит шкалу отчислений в пенсионные фонды. И теперь право на страховую пенсию будет учитываться в баллах. Их число будет зависеть от стажа, размера зарплаты, а также возраста выхода на пенсию. Например, чем позже человек решит завершить трудовую деятельность, тем больше он наберет баллов. При этом пенсионный возраст в России повышаться не будет. Правительство рассчитывает, что к 2030 году, благодаря нововведениям, средняя пенсия в России превысит показатель в 2,5 прожиточных минимума. Миссия Международного валютного фонда приступила к работе на Украине. Среди основных задач оценка макроэкономической ситуации и обсуждения с представителями украинских властей экономической политики, а также планов на ближайшую и среднесрочную перспективу. Надо отметить, что в этом году миссия МВФ уже дважды посещала Украину, однако серьезного прогресса на переговорах добиться не удалось, поскольку среди ключевых требований фонда такие болезненные меры, как повышение тарифов на газ и переход к гибкому курсу гривны. Присоединить Молдову к Румынии по таким лозунгам в Бухаресте 20 октября пройдет гражданский марш. Организаторы говорят, что участие в нем примут несколько тысяч человек. Граждане озвучат требования к румынским властям сделать Молдову приоритетом своей политики, укрепить интеграционные связи и добиться присоединения территории республики за прутом. Соединенные Штаты в последний момент смогли удержаться от технического дефолта. Сегодня республиканцы и демократы смогли договориться о повышении потолка госдолга и восстановлении федерального финансирования. Это значит, что уже завтра 800 тысяч госслужащих, попавших под временное сокращение, смогут вернуться на работу. Но стоит отметить, что деньги правительства будут идти лишь до 15 января, и в ближайшие месяцы партии должны будут определить долгосрочную финансовую политику страны. Завтра 23-ю годовщину образования отметит Федерация профсоюзов. Сегодня это самая многочисленная организация республики. В канун праздничной даты в столице прошел пленум, куда приехали представители профсоюзных организаций из всех районов. Продолжит наш корреспондент. В повестке дня главный вопрос – информационная политика. Сегодня на местах практически не знают, чем занимается профсоюз, говорили сегодня. И одна из основных задач – донести в массы и разъяснить, что такое профсоюз и для чего он нужен. В первую очередь нужно доводить решение наших органов, пусть это будет пленум, пусть это будет президиум, пусть это будет собрание, до всех членов профсоюза. И одним из главных направлений этой работы – это СМИ, это телевидение, это радио, это газеты. И особое внимание мы уделяем нашей газете профсоюзной вести. Считаем, что эти газеты должны быть в каждом трудовом коллективе, в каждой профсоюзной организации. Лариса Калинюк возглавляет первичную организацию уже давно. Рассказывает, раньше каждый работающий был членом профсоюза. Сегодня ситуация изменилась. Многие просто не знают, чем профсоюз занимается и для чего он нужен. Я как председатель профкома эту работу провожу через профсоюзный актив. Я стараюсь довести до их сведения, на каком уровне находятся предприятия по выполнению показателей, которые и определяют возможность выплаты гарантированной заработной платы и премиальной. Говорю о тех социальных выплатах, которые у нас есть. Речь сегодня шла и об объектах, которые находятся в собственности Федерации. Один из них – гостиница «Аист». Проблема в том, что сегодня задолженность гостиницы – более 5 миллионов рублей. Это кредит, взятый еще в 2008 году. Если долг не погасить, имущество гостиницы опишут судебные исполнители. И этот объект Федерация потеряет. Вот как только вы закончите продавать собственность, вот это будет 70% уничтожения того связующего звена, которое все еще есть в профсоюзных организациях. Есть ваша собственность. Профсоюзная собственность, напомню, в создании которой участвовали все работающие граждане Союза Советских Социалистических Республик. Тогда все работающие граждане были членами профсоюза. Это сегодня собственность вашей общественной организации. Находите общий язык с государством и не абстрагируйтесь. Решать вопрос о профсоюзах намерены, а где искать средства определятся в течение ближайших двух недель. Мария Пантази, Татьяна Коркина, Юрий Прошичев. Первый Приднестровский телеканал. К новостям спорта. На этой неделе завершился основной этап отборочного цикла чемпионата мира 2014 по футболу. Он пройдет летом в Бразилии. Кто вышел в финальную часть первенства в нашем спортивном обзоре? Сборная Молдовы по футболу завершила свое участие в отборочной группе на мажорной ноте. После домашнего успеха над Сан-Марина молдавская команда одержала и сенсационную победу в гостях над командой Черногории 5-2. Два мяча в ворота черногорцев забил Александр Антонюк. Еще по голу на свой счет записали Игорь Армаш, Евгений Сидоренко и Артур Ионице. По итогам отборочного этапа сборная Молдовы набрала 11 очков и заняла пятое место в группе H. В свою очередь победителем стала Англия, а на второй позиции финишировала Украина. Между тем сборная России в гостях встречалась с Азербайджаном. Команды сыграли в ничью 1-1, что позволило российской команде занять первое место в группе F. По итогам группового этапа от европейского континента в финальную часть чемпионата мира вышли 9 сборных. Это Россия, Бельгия, Италия, Германия, Голландия, Швейцария, Испания, Босния и Герцеговина, а также Англия. Для квалификации на первом 100 планеты еще 8 командам предстоит сыграть в стыковых матчах, которые пройдут 15 и 19 ноября. В этих играх примет участие бывший соперник сборной Молдовы по отборочной группе команда Украины. Татьяна Сярова, Василий Рыжкован, Первый Приднестровский. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и увидимся, как всегда, вовремя на Первом Приднестровском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА